анечка мир вам не быстро какая боль какая боль когда сценарий потребляет алкоголь и знаете такие сериалы ну прям огонь огонь сериалы смотришь их и оторваться не можно по крайней мере как минимум отдельные сезоны как правило первые и вот один из таких сериалов называется homeland переведенный у нас как родина что в общем то верно я посмотрел первый сезон просто взахлеб вот не отрываюсь хотя мне потом писали некоторые люди в комментариях что ой да чё-то он как-то вот такое не очень но не знаю на самом деле мне очень зашло очень я был поражен вот всем я был поражен сценарием я был поражен игрой актеров я был поражен тем как отображена вообще роли сша вот во всех этих событиях то есть ну там довольно острые углы они даже не сглаживаются то есть они подаются так как есть то есть все было очень круто потом уже пошла какая-то не очень интересная там история и я его прекратил смотреть пока пока моя личная сб интернета не донесла в количестве многих подписчиков что в седьмом седьмом сезоне есть интересующие меня моменты ну и собственно я скачал этот седьмой сезон и посмотрел что сказать крайне огорчен крайне огорчен потому что сериал так крутой насколько я знаю я не смотрел но по моему даже был сделан его как бы аналог у нас в россии по моему с мошковым если я не ошибаюсь вот мне тут эксперты за камеры кивают значит я не ошибаюсь то есть он у представляете да насколько зашла идея что что у нас даже у нас снимали этот сериал хотя у нас так много чего ты лет но это тема отдельной беседы собственно вот вышел седьмой сезон я посмотрел и есть что сказать по этому поводу если что-то происходит сша что-то плохое то кого вы собираетесь заподозрить в этом ну обычный набор южил саспект то есть и русских вы в этом тоже обвиняете проблемы широкие узкие а виноваты русские в чем же нас обвиняют на этот раз в развязывании информационной войны информейшенал вор фэйр не больше не меньше тролль интернетный сядь на диван сейчас ты увидишь воочию как в их представлении иван выглядит и между прочим актер еврей с украины такие вот кинокартины кирочка русское телевидение заявилось что украинская армия украинские солдаты распяли мальчика на городской площади самое интересное что если вы сейчас попробуете найти этот сюжет независимого первого канала на ютюбе то выяснится что большинство видео либо заблокированы либо они просто отсутствуют он есть в вк там она все еще живет и вот глядя на все это конечно становится крайне неприятно того как вот одинаковые методы используются что в россии что на украине что в соединенных штатах америки раз такой фейк использовался русскими то они будут продолжать педалировать данную тему чтобы подорвать президентство сша и тут уже американская пропагандистская машина включается по полной что ты знаешь о евгении громове евгений громов это тот человек ответственный за историю с распятием я думаю ты знаешь это не громов громов вот так американские создатели топорно микшируют реальность и вымысел интегрируя в реальную историю нереального персонажа точнее как история была выдумана но то что она была выдумана не было выдумано вы еще не поплыли надеюсь короче этот выдуманный персонаж которого сша точнее зрители уже наверняка воспринимают как реального намерен подорвать устои сша это такой злодей который не только нагадил америке но еще он еще поспособствовал брекситу да друзья мои в рамках этого абсолютно не пропагандистского сериала брексит это тоже дело рук русских ну хорошо что еще 9 11 на нас не вешают хотя я думаю что и это уже не за горами а вот и сам громов спасибо любовь моя это актер костя или коста ронин который был в прекрасном сериале американцы который в свою очередь был в одном из обзоров на моем канале и его отчитывает наш русской иван вы сами у себя позаимствовали в сфабрикованной историю мертвого мальчики и сейчас я вам покажу самый гениальный диалог в истории американского телевидения хорошо плохо русский иван этот актер хоть и с еврейскими корнями но родом с украины и прикиньте что он говорит в сирии на украине я вам больше того скажу там еще и перевод внизу с артиклем в сирии на украине серьезный удар для некоторых жителей незалежной которых так беспокоят проблемы русского языка не являющегося даже их официально расскажите это моему брату который умер от туберкулеза в ельцинской вот это правда логика в действиях громова присутствует и она железобетонная чего же он добился моментального распространения фейковых новостей по всей территории соединенных штатов америки ивана ждет страшная участь на и надо на 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 глава администрации сша но в данном сериале дэвид уэллингтон крутил долгое время роман с француженкой по имени симона я помню такую песню которой кузьмин свистнул у стрейк с мелодиями виду так вот выясняется что это симона агент русской разведки русской военной разведки грыл джи и глава администрации сша произносит сакраментальную фразу я крутил роман с русским агентом американский президент женщина несбывшаяся мечта демократов и феминисток говорят говорит что они они то есть мы русские хотят уничтожить меня на что салл беринсон отвечает при всем уважении мадам они хотят уничтожить всю страну раньше они делали это из москвы и петербурга а теперь в трех кварталах от белого дома совиню пенсильвания и кэри мэттисон незабвенная героиня всех сезонов ответственно заявляет что вот это убийство русская операция о да давненько мы никого не убивали за пределами нашей необъятной страны ну а русского посла играет еще один природный русский актер илья баскин который прославился фильме москва на гудзоне до обзора которого в свою очередь мне все не доходят руки никак вай-вай-вай какой тупой стереотип но уж здесь то могли подобрать что-то более адекватное в качестве песенного фона посмотрите как этот посол произносит слово сша евгений президент сша поставила на мультиматум и москва очень серьезно к этому относятся но евгений не собирается останавливаться у него даже есть собственные бандюганы которые готовы освободить русского агента симону мартин дом наверху два охранника смены меняются через час машину оставьте здесь сами дальше пешком пешком и у них это получается кто это сделал русские это сделали повсюду russians конечно факин когда президент сша заявляет нас атакуют и это прям огромная русская операция направлена чтобы парализовать демократию и на массив рашен инфуэнс операция дизайн карлайз ауди макси и уменьшить нашу роль на мировой арене антики минеш арвал он стейдж боже какая всесильная россия как же ей противостоять ну начнем с того что пошлем спецгруппу в сергиев посад а почему сергиев посад потому что там у громого дача пока он с царушниками обсуждает агрессию сша американские спецназовцы высаживаются в сергиевом посаде хотите говорить об агрессии пожалуйста давайте мы зачем начинать на прошлом неделе тут целая история агрессии вашей страны по отношению к нашей как разрыли ситуацию нужно заблокировать у аффилированного со спецслужбами олигарха все его деньги американские хакеры americans hackers где мои деньги хотите нашей помощи сядьте where is my money вся движуха перемещается в ясенева что такое ясенева это штаб вот чего я никогда не ожидал увидеть в этом сериале так это стычку соло беренсона с нашими погранцами фоков с сша могущественная держава и знает как прижучить россию к сожалению это правда я закрою все посольство и задержу всех дипломатов начиная с вас сейчас вы услышите как симона мартин с французским акцентом говорит что она агент грыл джей агент мэттисон попадает в руки этой самой джей и на все предложения сотрудничестве как настоящая американская патриотка заявляет ноу в итоге ее обменивают на мосту в лучших традициях шпионских триллеров вот такой сериальчик будет кстати еще 8 сезон я уже скорее всего не буду смотреть что сказать обидно обидно потому что продукты реально очень качественные просто офигенные я не возьмусь говорить за все сезоны но вот первый реально мне очень зашел и вот даже здесь и как это все топорно понимаете вставляется вот эти вот реалии перемешивается с вымыслом но вы же понимаете что никто никогда ничего не полезет перепроверять и как обычно капелька за капелькой но вот этот вот образ грешен рашен агрешен очередной раз у нас попадает в американские мозги это печаль но не печаль то что я скажу дальше во первых как вы уже многие знаете середине марта пройдет двухдневный фестиваль цифровая история столицы нашей родины ссылки на покупку билетов можно посмотреть вот там в описании под этим выпуском во-вторых совершенно негаданно нежданно 23 февраля я выступлю с бесплатной лекции где бы вы думали в городе иваново прибывая туда по приглашению местной администрации возможно это выльется дальше в какое-то более широкое плодотворное сотрудничество опять-таки ссылка на встречу есть вот там в петербурге проходят мои лекции посвященные неизвестному невскому проспекту по воскресенье в 15.00 это можно также там увидеть и 2 марта в москве 3 марта в нижнем новгороде состоится дебютный концерт остросоциального ансамбля о са которым выступят кстати некоторые легенды русского рока и альтернативы кириллушка например игравший в группе скафандр затем в атлантина атлантида project и в сканге в нижнем новгороде к нам присоединится баня x7 штук баксов и еще давно забываю это сказать есть канал посвященный россии чужой взгляд в компьютерных играх его создали энтузисты ссылка на этот канал точно также размещена в описании под этим выпуском если у вас есть желание поехать со мной в париж уже в конце года октябрь ноябрь декабрь возможно еще такие города как амстердам и берлин то напишите мне я вышлю вам все подробности на этом все оставляйте комментарии увидимся пока